Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. У нас сегодня видео вопрос-ответ. Вопросов очень много. Итак, поехали! Снова очень много вопросов в личку в Инстаграм и ВКонтакте. Я про вас не забываю. Я эти вопросы все сохраняю. Сейчас мы с вами на них ответим. Чисто физически я не могу каждому в личку, девчонки, отвечать, поэтому не обессудьте. Я вам уже об этом говорила. Сейчас немножко другим занята голова. Итак, поехали. Первый вопрос из Инстаграм. Светлана, здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, крем от Фаберлик под макияж, увлажняющий для сухой кожи 50+. Заранее благодарю. Но здесь надо смотреть, все равно подбирать по потребностям кожи. Сухая, возрастная. Здесь либо гардерика, либо реноваж. Гардерика в баночках очень хорошо увлажняет. Поэтому можно взять его попробовать. Так, Светлана, расскажите про промостойку. Это у нас из YouTube уже Ольга Воробьева. Очень хочу тоже себя попробовать. Хотелось бы уточнить все нюансы, как и с чего начинать. Промостойка, во-первых, она нужна. Ее можно купить в Фаберлик, ее можно взять в аренду. И с чего начинать? Я как бы не инициатором была. Это была идея нашего директора. Мы в торговом центре, на людном месте, на самом, да, на проходном стояли с промостойкой. И устраивали различные, ну, интересные розыгрыши, что ли. Дарили мелкие подарочки, распечатывали визитки со своим регистрационным номером. Можно со ссылкой на регистрацию в вашу команду, да, или ссылка на социальную сеть, ваш номер телефона. И раздавали каталоги. Каталоги старые. То есть их было много достаточно в прошлых периодах. У кого накопились, да, раздавали каталоги. Если вас заинтересует, то мы предлагаем вам дискон 20%. Можете связаться со мной по номеру телефона, который есть на визитке. Я вам все объясню, расскажу и так далее. Можно устраивать интересные розыгрыши. Мы дарили пробники бытовой химии. И не только пробники. Гели для душа, еще что-то. Просто стояли, вот так вот раздаривали. Вместе с визитками, вместе с каталогами. Все, что угодно можно затеять. Где-то вообще на что вашей фантазии хватает, то вы и делаете. Поэтому с чего начать, с чего начать. Начать с приобретения промостойки, с задумки, как вы все это видите. Что вы хотите преподносить людям подарки. Или сразу же регистрировать можно. Да, то есть люди подходят, спрашивают, интересуются. Вы говорите, вот при регистрации дарю подарок, допустим. Помогу оформить заказ и так далее. Куча вариантов вообще, на что ваша фантазия способна, то и творите. Скажем так. Так, дальше. Евгения Талдыкина. Светлана, здравствуйте. Меня зовут Евгений. Рада знакомству с вашим каналом. Как вы познакомились с Фаберлик и что вас заинтересовало попробовать дальше продукты Фаберлик? Познакомилась с Фаберлик через свою подругу, потому что она занимается этим. Ну не она, ее мама, держатель нашего пункта выдачи, занимается этим с 90-х годов. Я как бы знала, что они занимаются, но всегда проходила мимо сетевых компаний. Знаете, как и все думают, что если сетевая компания, то фу, зачем это нужно и так далее. И тут просто захотелось что-то поменять. Что-то поменять и именно не потребителем быть, а сразу развиваться. Я зарегистрировалась, начала заказывать, знакомиться с продукцией. Обязательное условие для меня было то, что я должна была сама все попробовать, чтобы потом доносить людям отзывы. А конкретно заинтересовала дальше попробовать продукты Фаберлик качество, потому что меня устроило. Устроило, в принципе, во всем, перепробовав кучу косметики различной, уходовой. Ни для кого не секрет, что блогерам, всем, в принципе, блогерам, которые достигают определенных вершин, присылают на обзор косметику. Присылали люкс в очень дорогую, где кремы по 3-5-7 тысяч. Я все равно после них возвращалась к уходу Фаберлик, потому что он мне подходит, он мне нравится, он на мне работает. Поэтому это зацепило. Естественно, бытовая химия. Естественно, возможность продвижения, когда ты начинаешь чувствовать результат, получаешь объемную скидку, и твоя команда растет, то, конечно, хочется этим заниматься, тем больше ты любишь продукцию. Но, я говорю еще раз, обязательно условие, если вы хотите развиваться в этом плане, вам нужно пробовать все самой. То есть, знаете, некоторые, как делают, на заказы работают. То есть, есть клиенты, они для них заказ для себя практически ничего не берут, так не прокатят. Потому что человек вам придет за рекомендацией, а вы не можете ему порекомендовать по чьим-то другим отзывам, если вы будете рекомендовать. Ну, не знаю, мне кажется, это не то. Надо все попробовать самой, тем более есть стартовая программа, которая дает возможность много продукции попробовать самой и уже давать честные отзывы людям. Потому что, если у меня спрашивали, я всегда говорила честно. Я не приукрашала ни грамм, не бери, это ГЭ, это вообще ГЭ, не бери. Потому что везде в любой компании есть плохие продукты, есть хорошие, не без этого. Так, дальше. Из Инстаграма, Елена. Скажите, пожалуйста, свое мнение на салфетки для уборки от Фаберлик. Ну, не знаю, девчонки, салфетки как салфетки, никаких чудес они по мне не творят. Я больше, вот если рассматривать что-то для уборки, действительно эффективное, без моющих средств. Это меланиновые губки, они есть везде в магазине, они есть в Фаберлик. В Фаберлик они чуть подороже, чем в магазине. Можно купить и ими убираться, без моющих средств. Они действительно все отмывают, абсолютно все. Жир на плитке, который там, допустим, с плиты летит, и посуду можно также очищать. Поэтому так салфетки как салфетки обычные, немножко завышена цена на них, мне кажется. Так, Наталья Шинько из Инстаграм, добрый вечер. Так, подскажите, пользовались ли вы сывороткой для лица Фаберлик серии Weekend? По вашим рекомендациям хочу взять ночную маску. В следующем каталоге она сыворотка по хорошей цене пользовалась. Пользовалась из этой серии абсолютно всем, и все мне нравится. И сыворотка хорошая, она действительно увлажняет, не перегружая кожу. Можно на лето ее, кстати, использовать на теплое время года. Очень хорошо она зайдет. Поэтому вообще вся эта линейка мне нравится, очень удачно ее считаю. Так, добрый вечер. У меня пористые волосы. Это Оксана Хороших ВКонтакте. Какой уход для волос посоветуете? И на лето для молодой жирной кожи. Какой лучше уход для лица? Если этот вопрос касательно Фаберлик, для молодой жирной кожи крем кислородный баланс дневной, крем NFW матирующий. Еще в линейке Себа Баланс тоже крем нормальный. Но если выбирать из этих трех, я бы выбрала кислородный баланс на лето. Он лучше матирует. Сейчас еще очень понравился крем Блёр. Для молодой кожи, не знаю, вот некоторые девчонки пишут, что им закупоривают поры. Я уже дней пять пользуюсь этим кремом на постоянной основе. Мне ничего не закупоривает вообще. Так, и пористые волосы. Пористые волосы, ну здесь, если опять касательно Фаберлик, то, наверное, Самлой Эликсир. Для запаивания кончиков маленький, по-моему, его сняли, убрали. А так вот этот Эликсир Самлой Спрей. Больше ничего не могу выделить. Остальные средства слабоваты, мне кажется, Фаберлик именно вот для этой функции. Если рассматривать другие фирмы, мне очень нравится для волос уход от Ликата. Он классный вообще, действительно супер. Маски, бальзамы, спреи, несмывашки. Вообще потрясающе здорово запечатывают кончики. Еще очень классные средства аптечные. Золотой шелк. Там сыворотка для волос и спрей для волос. Мне даже больше нравится спрей, нежели сыворотка. Он действительно запаивает кончики, волосы выглядят прям здоровыми, такими живыми. На аптеку Ру дешевле всего. Так называется золотой шелк. Можете поискать. Вообще классные средства. Мне кто-то из девчонок из вас их посоветовал. И я теперь прям в восторге. Нравится действительно. Так, еще что. Глискур спрей нормально справляется, но это силиконы. Если вы любите силиконы, если ваши волосы любят силиконы, мои любят, например, я выбираю средства с силиконами. Мне очень они нравятся. Еще филлер. Недавно мы с вами обозревали белорусский для волос. Белита, по-моему, Витекс. Филлер для волос. Вот он у них классный. Тоже запаивает. Классное средство для пористых волос. Прям вообще огонь. Я его даже еще не до расходовала. Мне хватает упаковки на 4 раза. Классный. Так. Хочу спросить. Лена Стрельцова. Новое средство моющее для полу волос с эфирными маслами или старый вариант? Старый вариант однозначно. Мне не понравилась новая линейка с эфирными маслами подушки. Ни жидкое мыло для рук, ни спрей, освежитель воздуха, увлажнитель, освежитель. Ни средство для полов. Как бы по аромату. Вот. Исключительно по аромату. А старое средство мне нравится гораздо больше. А душка приятнее. Так. Слана, здравствуйте. Это Евгения Калягина из YouTube. Вопрос. Смотрю вас недавно. Меня зовут Евгения. Я из Омска. Омск. Огромный привет. Расскажите, пожалуйста, о себе. Где родились, как познакомились с мужем, как решили создать свой канал, каких блогеров смотрите. Спасибо. Хорошего настроения, легких родов. И вам спасибо, Евгения. Огромное. Так. Первое. Расскажите о себе, где родились. Родилась в Олексине Тульской области. Переехала в Тулу, учиться. Осталась здесь жить. Познакомилась с мужем в интернете. Если помните, такую программу была Аська. Да, и такое бывает. Это было 11 лет назад уже. Помните Аськи. Вот там мы, собственно говоря, и познакомились, встретились, и все. Как решили создать свой канал? На создание канала меня сподвиг Фоберлик, потому что мне хотелось развиваться и сделать узнаваемым себя, ощутить какую-то полезность, что ли. Развивать себя, если ты строишь структуру Фоберлик, обязательно, потому что о тебе должны знать как-то. Мне показалось, что это будет самый удачный способ именно Ютуб. И вот так я начала снимать видео. Именно Фоберлик. Потом Фоберлик вообще ушел на второй план. Я поняла, что мне гораздо больше нравится быть блогером. И пошло-поехало. Так, каких блогеров смотрю? Вопросы повторяются, но буду отвечать, да, потому что новенькие девочки есть. А Алену Ризван смотрю. Изредка каких-то других по интересам, а так ее на постоянной основе. Евгения Карпова. Добрый день. Люблю смотреть ваш канал. Спасибо за труд. Побольше влогов. Хорошо, я буду стараться. Скажите, сейчас вернусь из роддома. Будут влоги. Скажите, был такой момент, когда хотелось все бросить и больше не снимать. Ваш муж поддерживает вас в блогерстве? Нет, такого момента никогда не было, чтобы бросить и не снимать. Никогда. Потому что мне это нравится, меня это вдохновляет. Это прям мое. Ни разу пока такого момента ни разу не было. А поддерживает ли в блогерстве, ну как сказать, но больше, да, чем нет. Не было никакой негативной реакции абсолютно. Не было прям то, что вот, ой, молодец, давай, давай. И не было ничего плохого. То есть все нормально. Что хочешь, то и делай. Как бы проблем нет с этим. Так, дальше. Из Инстаграм. Здравствуйте, мне 34 года. У меня жирная кожа. Какой бы уходовый крем вы мне посоветовали на ваше усмотрение? Для жирной кожи, опять же, если брать Фаберлик, а это под постом Фаберлик написано, то кислородный баланс. Можете попробовать блюр. Взять пробничек в разделе. Сейчас классная, кстати, акция у них. Не знаю, на момент выхода видео может уже и закончиться. Пробники со скидкой. Там вот крем-блюр, он по 30 рублей. Можно попробовать. Он круто матирует. Вот я сейчас его нанесла. Сижу на балконе, снимаю видео. У нас жара нереальная. И, казалось бы, я сейчас уже вся блестеть должна, потому что мне жарко. Нет, все нормально. Лицо мотировано идеально. Никаких тональных средств и пудры на моем лице нет. Блёр. Попробовать советую. Он не бюджетный, но это действительно стоящий крем. Вообще крутой. Кислородный баланс для жирной кожи. N4W и Себа Баланс. Можно попробовать еще гель Викенд. Именно гель. Сыворотку Викенд. Они достаточно легкие. Я пользовалась ими и летом в том числе. А летом у меня кожа в основном всегда жирная. Так. Отсюда все. Теперь погнали во вкладочку сообщества, где вы задавали свои интересные вопросы. Так. Поехали дальше. Значит. Наталья Щеглова давно со мной. Асланка, привет, дорогая. В компании Avon сейчас много парфюмерных новинок. Не думаешь ли позже вернуться в компанию? Хочется послушать твои отзывы. Приятно удивил новый персив селк. Тестировала в центре Avon. Какие фильмы и передачи на ТВ успеваешь посмотреть? И что больше нравится? Подача легких ротов. Спасибо огромное. Не планирую. Потому что каждый заказ это расстройство. То что-то было поломано. То что-то разлилось. То что-то приходило не то. То не до вложения. То пункт выдачи у нас какой-то странный. Как-то работает интересно. Заказ идет долго. Мне это тоже не нравится. Фаберлик через день я всегда получаю. Да. Новинки неудачные. Сейчас изменения в компании тоже там по скидке какие-то произошли. Не хочу. Нет там каких-то незаменимых продуктов, которые нельзя было где-то купить. Ценовая политика тоже все это выросло. Выросли цены. Поэтому не хочу. Нет. Совсем вот не хочу. Никакого желания нет. И сейчас уже когда иду по улице, я четко ощущаю, кого пахнет ароматами Эйвена. И мне это не нравится. Они настолько узнаваемые. И вообще мне не хочется аромат Эйвена после этого, честно. Потому что, ой, фу, типичный Эйвен. И мне не нравится. И мне прям все фу. Фильм и передачи, наверное, только вечером с ваты. Потому что у меня очень дочь любит смотреть этот сериал. Но иногда, когда удается, с мужем смотрим какие-нибудь новинки в интернете. фильмов. А так, телевизор вообще мимо меня давно проходит очень-очень давно. Совершенно некогда. Так, что больше нравится? Ну, вот, собственно говоря, и все. Так, следующий вопрос. Я Шилова тоже давно со мной знаю. Давно хотела у вас спросить про кислородный бальзам старой версии для лица. Не видела ваших обзоров на него. Мне от него ни холодно, ни жарко. Не понимаю восторгов. Разделяю абсолютно это мнение. Тоже не понимаю восторгов. Так же, как и спрей из этой железы. Линеечки. Да, многие берут на лето, хранят в холодильнике, охлаждать хорошо под маску. Но это так можно любой спрей. Я тоже не понимаю восторгов, честно говоря. Я его пробовала. Ну, не знаю. Кремшик, кремшик. Что там такого чудесного, что говорят, да, прямо он от всех бьет. И можно и от ожогов спасаться, еще там от чего-то. Не понимаю. Ничего не увидела в нем абсолютно особенного. Поэтому тоже разделяю абсолютно ваше мнение. Татьяна Леонтьева. Света, здравствуйте. Хотелось бы узнать о вашей основной профессии. Дочка хочет поступать в медицинский. А мне кажется, это большая ответственность. Здравствуйте. Человек должен выбирать то, что он хочет. Мне кажется, это важно. Какая там профессия? Уборщица, продавщица, медик. Без разницы. Потому что я выбрала то, что я хотела. Меня никуда не направляли, не заставляли родители и так далее. И я довольна, потому что я ходила каждый день на работу с радостью, да. То есть, когда работа приносит радость, это уже, ну, не знаю, делает жизнь человека, что ли, полноценной. Когда человек с тяжелым чувством на сердце каждое утро встает и идет туда, где ему не нравится, туда, куда он не хочет, вот это печально. Потому что жизнь у нас одна, второй не будет. и поэтому, если ей хочется, пусть, конечно, идет. Ответственность везде есть, даже у уборщиков. Везде, абсолютно. Поэтому, не знаю, если у нее душа лежит, конечно, пусть идет. Она тоже будет ходить на работу с любовью, а я считаю таких людей счастливыми. Когда человек с любовью идет на работу, исполняет то дело, которое приносит ему радость, да. Мне оно всегда приносит радость, помощь людям, если ты можешь оказать, спасти чью-то жизнь. Это, мне кажется, вообще очень ценно. Конечно, хотя врачей, медиков многие сейчас хают, и вообще на самом деле мало хороших специалистов. Потому что, опять же, повторюсь, есть родители, которые направляют своих детей. Вот ты пойдешь в медицину, он не хочет, он инженером всю жизнь хотел быть. Или блогером, да. А родители его направили. Ну, какой из него врач получится, если он идет, он не хочет лечить людей. Ну, естественно. Это в любой абсолютно профессии так. Потому что, поэтому я рекомендую прислушиваться к желанию дочери. Если это ее, если она себя там видит. И пусть, конечно, идет. Так. Здравствуйте, Светлана. Смотрю вас недавно. Меня зовут Евгений из Омска. Так, это я уже отвечала. Татьяна Федотова. Танюша, привет, дорогая. Тоже со мной давно, моя хорошая. Солнышко вы наше. Не надо вопросов, не надо ответов. Просто будете здоровы и счастливы. Это все, что от вас требуется. Легких вам родов. Спасибо огромное, Танюша. Очень-очень приятно. Дневник Лисенка. Света, расскажи, какие краски для волос использовала? Какие больше понравились? По соотношению, стойкость, бережное отношение к волосам. Ой, мне кажется, стойкость и бережное отношение к волосам несовместимы. Потому что, если краска стойкая, она все равно пожжет. Вот если взять, допустим, Фуберлик Эксперт Колор, да? Она все равно пожжет. Но она самая стойкая из тех, что я пробовала из масс-маркетов, и так далее. Вот сейчас последний раз красилась Эстель. Не знаю, какое видео выйдет первым. Тоже уже весь цвет смылся, как бы, после третьей-четвертой помывки. Остался просто темный оттенок. И вообще не это близко того, что было в начале. Поэтому, ну, не знаю. Престиж еще стойкая. Престиж еще стойкая краска, но тоже жжет. Поэтому я никогда не смотрела на бережное окрашивание. Особенно, когда была в светлом цвете, на краски, которые берегут волосы. Потому что я прекрасно понимала, что они будут нестойкими. Поэтому все равно упорно жгла свои волосы. Ну, а лучше всего, конечно, к мастеру постепенно. Если вы хотите выходить в какой-то цвет или снимать немножко цвет, то это только к мастеру. Тогда будет бережно. И чтобы это делалось постепенно, но это месяц, два, три. На это может уйти. Мне, допустим, никогда не терпелось. Поэтому я всегда брала то, что помощнее, и красила волосы. Вот очень хорошо Престиж пепельные оттенки, допустим, держит Фаберлик Эксперт. Колор 7.1, 8.1, 9.1. А остальное все, оно практически и не дает с первого окрашивания желаемого результата. И очень быстро смывается. Это хотя бы хоть как-то держится. Так, дальше. Маша Чучальна от Фаберлик. Есть выплаты материнские? Вам положено их? Нет, мне не положено. Потому что, чтобы получать в Фаберлик материнские выплаты, там на момент родов, ну, когда появится ребенок, нужно, по-моему, быть в статусе директора определенное количество периодов. 6, если я не ошибаюсь. И тогда ты будешь и декретные получать тоже от Фаберлика. Это, конечно, здорово. И кто планирует, вообще, это классная мотивация развиваться. Там тоже денежка какая-то будет капать. Поэтому я пролетела. Так, дальше. Ёжик лесной. Здравствуйте, Светлана. Легких вам родов. Скажите, а почему вы выбрали именно Фаберлик? Стали консультантом, а не Арифлейм или Эйвен? Спасибо. Во-первых, потому что отечественный производитель. Но это как-то всегда ближе к нему больше доверия. Во-вторых, ассортимент. Ботовой химии нет ни в Эйвен, ни в Эрифлейм, насколько я знаю. Да? Но в Эйвен точно нет. В Эрифлейм, если и есть, то как-то так. Да? А многие Фаберлик идут на бытовую химию. Потому что она классная. Ассортимент. Ассортимент огромный. Мне кажется, такого ассортимента тоже нигде нет. То есть вот все, в принципе, что душе угодно, можно купить в одной компании. Это во-первых. Ну, во-вторых, у меня подружка. Я уже говорила, да? Подружка. Мотивация была. Она занималась. И я как бы видела, чем она пользуется. Видела, как она работает и так далее. Поэтому, да. Ну, и если собираешься действительно заниматься, ходить с каталогами, привлекать людей каким-то другим иным образом, мне кажется, все равно Фаберлик из всех сетевых компаний вызывает больше доверия у людей. Ну, это, по крайней мере, мое мнение. У меня он вызывал больше доверия на том этапе. Так. Лилия Чапурина, если я фамилию не исковеркала. Есть ли желание попробовать уколы красоты типа ботокса или что-то другое? Какое ваше мнение об этих процедурах как медика? Спасибо. Надо выбирать. Я об этом вообще не разбираюсь, потому что никогда ничего не делала. Но хотелось бы, конечно, почему нет, когда какие-то возрастные изменения, глубокие морщины, или поднять там овалы лица, или еще что-то. Вполне себе. Почему нет? Если есть возможность, если есть на это финансы, если найти хорошего специалиста, там, по отзывам желательно близких, да, кого-то, кто делал, то почему нет? Я очень нормально отношусь. Потому что мы, женщины, хотим красивыми быть и в 70, естественно. Поэтому нормально отношусь. Возможно, когда-то и сделаю. Но не в ближайшее время точно, пока, в принципе, такой необходимости нет. Так. Здравствуйте. Что можете сказать о гидрейн для похудения? Покупали гидрейн? Покупала все БАДы, про них уже говорила много, да, пищевые концентраты, точнее, они у нас называются, Фаберлик. Если вы будете продолжать питаться и вести тот же образ жизни, что и вели, до их приема ничего не случится. Может быть, просто сойдут отеки, да, лишняя жидкость выведется, наладится стул, но похудению это никак не способствует. Может, чуть-чуть вы схуднете там, да, но это все возвращаться будет. Лишняя жидкость уйдет, да, стул наладится, и все. Если вы планируете начать питаться правильно, про диеты я никакие не говорю, я их не уважаю, начать питаться правильно, принимать пищевые концентраты Фаберлик, это будет хорошим подспорьем. Я принимала Ласвит, то есть контроль во второй половине дня, и он действительно отбивал аппетит. На ночь пила, по-моему, как раз гидрейн, и с утра пила, то есть я параллельно пила все три баночки. Я с утра пила, не помню, что, девчонки, их сейчас четыре у нас, уже не помню, давно пила. И то есть вот это способствует, да, тем более, когда садитесь на правильное питание, уже, соответственно, в рационе меньше жирной пищи, нужно обязательно пить побольше воды. И вот гидрейн здесь тоже в помощь, потому что часто на правильном питании, или если вы какие-то диеты для себя выбираете, бывает проблем со стулом. Здесь просто помощь. А именно вот что на них вы ничего не меняете, похудете. Нет, такого не будет. Такого не бывает. Так, Валентина Латышева. Светлана, здравствуйте. Было ли у вас такое, что при регистрации нового консультанта не пришел пароль и код? Если было, то как вы выходили из этой ситуации? Здравствуйте. Да, был один раз сейчас. Здесь пишем в обратную связь сразу. Потому что, допустим, вот человеку не пришел код и пароль, но мне пришло, что у меня зарегистрировался новый консультант, да. И консультант, который зарегистрировался, мне пишет, мне не пришло. Я пишу в обратную связь, указываю фамилиями отчества консультанта. Если мне пришло, что консультант зарегистрировался, я вижу и регистрационный номер, то есть его я тоже указываю, да, когда пишу в обратную связь. И обратная связь где-то в течение получаса или часа что-то сделала, да, что смс пришло. Вот, поэтому все вопросы решаем. Сейчас обратная связь очень хорошо работает в течение нескольких часов, все проблемы решаются, и все нормально в этом плане. Поэтому не брезгуйте писать в обратную связь, нежели задавать где-то на просторах интернета какие-то вопросы кому-то, да. Напишите в обратную связь, он всегда ответит. Чего бояться-то? Так. Светлана, здравствуйте. Ольга Киселева пишет. Скажите, пожалуйста, на каком сайте вы заказывали парфюм в одном видео? А, вот много очень вопросов про парфюм, девчонки. Не один. И в личку писали девчонки, я под этим видео продублирую вам ссылки на аналоговую парфюмерию, которую я заказывала. Кстати, вот буквально днях девочки несколько писали, что прямо в диком восторге и полное стопроцентное попадание с оригиналом ароматов. Аналоговая парфюмерия имею в виду очень бюджетно. Промокод у меня есть, он еще действует, он еще работает на скидку 10%. Там даже без промокода выходит дешево. Ну, я не нарадуюсь. Сейчас вот я не нарадуюсь и планирую пользоваться парфюмом только оттуда. Я вам все ссылки для России, для Украины, в Беларуси, по-моему, они еще не работают. К сожалению, может быть, скоро начнут. Все ссылки и промокод под этим видео тогда продублирую, оставлю, чтобы вы не бегали, никуда не искали. Так. Маша Чучалина еще вопрос. Вы пользуетесь бонусом Сбербанка? По-моему, спасибо называется. Да, конечно, пользуюсь, потому что это мегавыгодно. Это очень выгодно, потому что при достижении определенного уровня вы можете подключить себе повышенные бонусы из нескольких категорий. В данном случае у меня самый высокий уровень, спасибо. У меня подключена категория детства сейчас, потому что это актуально, категория косметика. 10% косметика, 10% детства. С каждой покупки мне возвращаются в виде бонусов. Я ими расплачиваюсь в тех же самых дочках, сыночках. Раньше была пятерочка, а зон сейчас нет. На аптеку.ру можно расплатиться, знаю точно. И когда заказываете еду в Сбермаркете, тоже можно расплатиться. Я в дочках, сыночках. То есть я там покупку совершаю. Мне и за покупку повышенные бонусы начисляются 10%, и там же я их и трачу. Потратить можно от 50% от стоимости покупки. То есть это очень выгодно, это большая экономия. Из каждого косметического заказа, Фаберлик, магнит косметика, либо даже какие-то маленькие, вообще просто неизвестные магазинчики. Косметики, бытовой химии. Вот у нас бытовая химия, и там есть косметика. Магазин недалеко от дома, он тоже зарегистрирован как косметика. Мне все покупки приходят тоже с бонусами в виде 10%. Это выгодно, это большая экономия для семейного бюджета. Они копятся, потом можете прийти практически бесплатно что-то купить. Поэтому да, конечно, пользуюсь и буду пользоваться. Так, Евгения Талдыкина. Светлана, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы используете бытовую химию других производителей или только Фаберлик из-за ее экологичности. Использую, конечно, и другую. Я вам уже рассказывала, мне безумно нравится ГРАС, особенно антижир, который моментально все очищает. Допустим, вот знаете, на духовке, не на духовке, на плите газовой, да, вот эти вот штучки, которые газ включают, поворачиваются, они часто приходят в такое не очень потребное состояние. Снимаю, на 2 минуты замачиваю в ГРАС, все они идеально, белые, кипельные, и все прекрасно. И сковород также очищает мощнее, чем Фаберлик для духовок и плит гораздо. И мне очень нравится. Что еще сейчас беру? Раньше всегда пользовалась порошком персил, сейчас только Фаберлик. Но могу взять в фиксе для вещей, допустим, уже с работы, или стирать обувь жидкий. Жидкий гель для стирки в фикс-прайсе беру, не брезгую совершенно. Поэтому не сказать то, что прямо вот из-за экологичности я беру только Фаберлик. Нет, я беру еще и мощные средства какие-то, потому что без них тоже никуда. Ну, в принципе, больше никакие, наверное, вот из бытовой химии, наверное, никакие. В основном на 90% Фаберлик. А так еще вот ГРАС-антижир, это вообще фаворит. Так, Татьев, Геворг, по-моему, если не ошибаюсь. Здравствуйте, Светлана, очень хочется узнать ваше мнение о таблетке для похудения от Фаберлик. Спасибо, легких родов. Здравствуйте, вот как раз я недавно рассказала, да, про БАДы Фаберлик для похудения. Наталья Парносова. Светлана, здравствуйте, очень скучаю по вашим заказам, Эйвен, появилось много новинок. А вы не скучаете по Эйвену? Вот опять Эйвен, нет, не скучаю совсем. Нет, хочу получать радость, когда получаю заказ. Негативные эмоции, вон, все, нет. Так, Евгения Карпова. Это не то. Ой, в принципе, все, девчонки. Все, по-моему, да. Еще были вопросы, просили девчонки снять видео. Не знаю, буду снимать на эту тему видео или нет, но сейчас расскажу вкратце хотя бы про растяжки. Чем пользуетесь, чтобы их не было во время беременности и так далее, что действительно помогает. Вообще здесь первый момент – это физиология, однозначно физиология, потому что, если вы к ним склонны, они у вас будут никуда не денутся, но можно немножко облегчить ситуацию. Я к ним не склонна. Именно на животе есть на груди, есть немножко на руках. На животе в первой беременности вообще не было, хотя сейчас многие скажут, что такого не бывает, они есть. Но может быть, где-то, если вот растянуть кожу, там их можно как-то увидеть. Так, если я вам сейчас покажу живот, вы не увидите ни одной растяжки. Сейчас немножко есть, и тоже вот опять, если приглядываться, совсем светлые, то есть их тоже вот так невооруженным глазом не видно. Что делаю для профилактики? И что я считаю самым эффективным? Сухой массаж, то есть деревянная щетка, вот эта, да, с натуральной щетиной или искусственной щетиной, нет возможности купить с натуральной, можно с искусственной. Сухой массаж – это эффективно. Все наши процедуры должны быть направлены на усиление кровотока, да, то есть кожа должна краснеть. Что этому способствует? Сухой массаж отлично вообще перед душем, потому что когда вы этой щеткой будете делать массаж себе, делаем круговыми движениями снизу вверх. То есть если начинаем делать ноги, то идем от самого низа к верху, потом живот, бедра, ягодицы, руки там и так далее. Летит пыль такая, летит пыль от щеточки, потому что это массаж сухой, отшелушиваются омертвевшие частички кожи, потом душ, маслица, маслица либо крем. В первой беременности я брала специальные средства против растяжек, это все хрень полная, говорю сразу, потому что нам нужно улучшение микроциркуляции кожи и ее увлажнение, хорошее увлажнение, будь то масла, будь то какие-то крема, а сыворотки для тела, совершенно не важно специализированные для беременных или нет, они должны быть просто питательными и хорошо увлажняться. И чередую эти процедуры со скрабированием, что тоже усиливает, улучшает микроциркуляцию, то есть скраб для тела, прекрасно, самодельный, кофейный, покупной, какой ваша душа угодно. Самодельный можно дома сделать из морской соли, смешать ее с гелем для душа, как угодно вообще. И если не делаю ни то, ни другое, у меня еще есть такие щеточки резиновые, силиконовые из аптеки, они на руку надеваются, с одной стороны такие большие пупырышки, с другой помельче, да, силиконовые. Вот она тоже здорово улучшает микроциркуляцию, и потом опять что-то после душа увлажняющее на тело, на живот, где у вас растяжки, и все. Больше и лучше ничего, к сожалению, не придумано, и все специализированные средства это только маркетинговый ход, это мое мнение. Так что вот так, мои красотки, на этом видео буду завершать, надеюсь, вам было интересно и полезно, если остались вопросы, пишите, по мере возможности буду их копить и тоже на них отвечать. Всех люблю, целую, всем пока-пока.